Друзья, всех приветствую! Находимся на размере КРМП, это сервер номер один. Продолжаем служить в полиции в звании подполковника ДПС. И прямо сейчас пришло распоряжение от правительства о том, что слишком много стало у нас наркоманов, тех, кто продает, проносит наркотики, а также тех, кто имеет незаконно оружие и патроны к ним. И в данный момент происходит спецоперация под названием «Пулька». И заключается она в том, чтобы найти граждан, которые незаконно все эти вещи проносят. Именно поэтому, друзья, мы сейчас с вами полностью берем все, что нам необходимо, и берем напарника также с собой, и едем обыскивать. Вот такого еще не было, чтобы я обыскивал, и мы искали подобных граждан. Обычно все у нас с вами заканчивалось максимально проверкой документов. Но сейчас же, друзья, все обстоит иначе. И сегодня мы будем обыскивать на четких основаниях. Потому что преступность, сами понимаете, не дремлет, конечно же, здравия желаю, господин полицейский. Преступность не дремлет, и нужно ее пресекать. Я согласен с этим распоряжением, наконец-то правительство взялось за ум. Так, куда пошел? Стоять. Чем занят? Ничем пока. Ага, шляемся, значит, зарплату мы получаем. Ну-ка, дверь закрываем. Зарплату мы получаем, да? А работать не хотим, значит, служить. Народу нету. Народу нету. Выйди на улицу, дружок, посмотри, сколько там людей. Что-то случилось. Случилось. Спецоперация пулька, не слышал, что ли? Со мной поедешь, пошли. Нечего прохлаждаться, я один, мне кажется, не справлюсь, друзья. Поэтому обязательно с собой возьмем еще и напарника. Он нам в случае чего, конечно же, поможет. Тем более нам нужно будет обыскивать. Знаете, граждане не очень довольны, когда их обыскивают. Типа, живут себе спокойно люди. Ну что за беспорядок? Что за беспорядок на парковке? Навести порядок на парковке. Это что такое? И это ДПС? Мы подаем пример для граждан. И приезжают сюда номера брать, да? Приобретать. И что они видят? Вот такую безответственность. Вот это другой разговор. Вот это я понимаю. И так должно быть всегда. Поэтому, друзья, если вы слушаете, следите, чтобы у вашего здания был порядок всегда. Это в обязательном порядке. Срочно. Что случилось? Не понял. Майору помощь нужна. Какому майору? Что случилось? Полицейские. Что вы вообще здесь делаете? Приехали какие-то полицейские непонятные. Кричат, что нужна помощь какому-то майору. Где? Вот. Так. Слушаю. Какая помощь ему нужна? Он стоит на ногах. Что с ним? Пуля в ноге? То есть товарищ подполковник должен ногу обработать? Операцию? Ты не издеваешься? Ты что? Солнце вроде не светит. Какая операция? Дружище. Перегрелся на солнышке, что ли? Я что, на хирурга похож, что ли? Обеспечить ему охрану. Посмотри, сколько здесь зелубов. Так. Ребята. Срочно отвезти в больницу. Скорую не дождемся. Людей много. Помогут. Ох, полицейские, полицейские, ППСники. Молодцы, конечно, что помогают своим собратьям. Да. ДПСникам. Это пример. Они молодцы, что вообще его обнаружили. Довезли его досюда. Прям настоящие молодцы. Надеюсь, что грамоту они точно получат за это. Уж должны, как минимум. Ну, а мы с вами отправляемся на спецоперацию. Настоящую спецоперацию под названием Пулька, мать твою. Так. Ну, отправимся мы, наверное, на одно из самых мест лучших. Да. По гражданам. По количеству граждан. Это, наверное, дорога Южный Арзамас. Именно там мы поймаем своего первого гражданина, которого будем досматривать. Граждане, стоп-стоп, по карманам хлоп-хлоп, как говорится. Будем делать сегодня. И я уверен... Забыл включить мигалочки. И я уверен, что сегодня хоть один, друзья, но у нас попадется. Не зря спецоперация это проводится. Не зря. Так. Здесь у нас на посту уже стоят ребята, как я вижу. Осматривают машины. Занимаются проверочкой. Так. Пропустить надо. Пропустить надо. Не пропустил, Игорь. Невнимательный немножко. Изначально, друзья, нужно, конечно же, найти красивое место. Где нас будет не видно. Где мы будем просто спрятаны. И я думаю, что это поворот. Более того, это спуск. А спуск плюс поворот. Золотая жилка для ДПС. Поэтому встанем где-то здесь. Из-за поворота резко будут выходить. У нас люди, граждане. И, скорее всего, попадаться прямо к нам. В наш капкан. Наверняка. Ого, с пропущенными колесами едет. Слушайте, можно поинтересоваться, наверное, да, что случилось. И помочь. Потому что по зимней дороге ехать с пропущенными колесами, я думаю, не вариант. Тем более, он посигналил. Вы слышали, да, сигнал был. Соответственно, скорее всего, может быть, что-то вообще с ним случилось. Нам нужно сейчас его сначала догнать. И уточнить, что у него произошло. Ребята везут деньги. Возможно, что-то там случилось. Видите? Нужно принимать какие-то меры. И видеть, что что-то, возможно, не так случилось. Давайте узнаем. А еще и на аварии как дополнительно. А ну-ка, давай, оттормаживайся. Может, ты вообще у нас бандит? Давай, припарковывайся. К обочине. Куда же ты встал-то? Давай на обочину выходи. Ничего себе. По-моему, друзья, у него что-то с напарником. Они обычно по двое ездят, да? А тут он один еще и с пропущенными колесами. Походу, было совершено нападение, я так понял, на него. Что случилось? Здравствуйте. Что произошло? Что с машиной? Мне непонятно. Колеса спущены. Аварийка горит. Вы один. Очень крутые очки, но они немножко выше, правда, одетые. Это тоже подозрительность, да, сразу же вызывает какую-то. Почему, типа, очки не на глазах, а немножко выше головы? Напарника убили бандиты? Слушайте, я удивлен, что эти бандиты не убили его. Учитывая, что напарник мертв. Они, походу, прострелили колеса. Деньги забрали? Деньги забрали или нет? Так, колющее-режещее при себе имеется... Напарник! Ну ты что, издеваешься, что ли? Он же все-таки почти коллега. Я понимаю, что он не супер-государственный сотрудник, но, грубо говоря, инкассатор. Какое колющее-режещее? У него тут ЧП. У него стрессовая ситуация. Успел уехать только я один. Деньги не забрали. Удивительно, на самом деле. Но, понятное дело, что если бы они его убили, тогда бы забрали. Скорее всего, просто обстрел по машине вели, а потом, скорее всего, погоня прекратилась. Но меня интересует вопрос, как он уехал. Каким образом? Почему они продолжили за ним гнаться? Он говорит, хз как. Мне тоже непонятно. Они там сзади, возле моста. Желтый. Принял, принял. Идем на поиски. Какая марка? Марка машины. Желтый автомобиль какой-то, говорит. Пикап какой-то. Едем, едем. Хватит нам стрелять вомжей. Попа послали его. Попа послали, сразу же стрелять начал. Не с вами. Да нет, конечно, вы на базу езжайте. С нами еще поедешь с деньгами, конечно. Едем, напарник. Я тебя и не узнал. А что, ты меня знаешь еще, оказывается? Давай, вези деньги в банк. Быстро. Садись, вези. Так, нам нужно сейчас, друзья, любым способом попробовать найти этот пикап. Когда мы его найдем, желтый, да, пикап, мы, соответственно, сможем попробовать обыскать водителя. Ищем желтый пикап. С него было произведено нападение. Окей, сейчас посмотрим. Он сказал, что где-то у моста, где-то у моста, по всей видимости, есть проезд, да, этих инкассаторов. И, по всей видимости, нападение происходит. Очень яркий цвет. Выбрали бандиты для своей машины. Это, конечно, неправильно, на самом деле. Я считаю, что нужно, наоборот, какую-нибудь простенькую, там, черного цвета 20 века использовать машинку. А они, смотрите-ка, желтую. Хорошо, хоть не розовый УАЗик. Так бы сразу же нашли, прямо сейчас. Но все равно желтый пикап мы запомнили. Еще, еще одна машина. Очень странно. Смотри-ка. Слушайте, это очень подозрительно. Это очень подозрительно. По всей видимости, тут реально происходит нападение. И нам сейчас, друзья, с вами следует здесь прочесать всю эту местность. Весь этот периметр. И обнаружить жел... Вижу. Вижу желтый автомобиль. Конечно, он был в стрессовом состоянии. Возможно... А, ну это такси. Такси... Нет. Таксист навряд ли. Таксист навряд ли это сделал. Так, дальше дорога у нас уходит. Все-таки мы сейчас поездим по окрестностям именно этой развилки. Поскольку нападение было совершено именно здесь. Может быть, получится у нас все-таки обнаружить. Я бы очень был бы рад, друзья, если бы, конечно, получилось. Хочется найти этих преступников. И мы можем их обыскать. Если мы увидим у них патроны, да, и оружие, то, соответственно, это они и будут по-любому. Опа. А, нет. Опять такси. Слушайте, ну таксисты, конечно, меня в заблуждение жестко водят. Опять автомобиль такси. Пока не вижу я пикапов. Здесь тоже. Здесь машин много тоже лежит, да, стоит. Но я не вижу никаких пикапов. Нету. Скорее всего, преступники уже ретировались с этой позиции. Наверняка. Как говорится, на этом мои полномочия все. Я очень надеюсь, что в ближайшее время этих преступников обязательно поймают. А мы, в свою очередь, пока едем на позицию. Сейчас выберем другое место. Так, у нас, ребята, да, по-моему, сломались? Или что там произошло? Ладненько. Сейчас выберем другую позицию. И попробуем. Слушайте, ну безобразие творится. Вот отделили, да, вроде бы, отбойниками все. Но все-таки безобразие некоторое есть. Ну здесь, видимо, тоже вызывают. Скорее всего, приходится механикам вот такие вот меры принимать. И отсюда, не объезжая, заезжать сразу по встречке. Наверное, именно это произошло, скорее всего. Давайте также, наверное, на поворотике где-то встанем. У водички. Давайте, чтобы вот для сердца было приятно. Мы просто рядом с водичкой вот здесь, чтобы вид был красивый. Нужно совмещать, как говорится, полезное с красивым, да. Давай встанем здесь, напарник. Уже кто-то едет. Опять с пробитыми колесами. Стоять. Не успел я, не успел вытянуть. О, остановился. Понял, что я на дорогу выбежал. К обочине. Вот сюда, пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста. Давайте, давайте. Угу. Угу, отлично. Здравия желаю, подполковник Див. Что у вас с колесами? У вас колесо спущено. Что интересно. Там банда прострелила. А может быть, ты тоже в перестрелке участвовал, а? Учитывая твой автомобиль, все возможно, как говорится. Банда, значит, прострелила. Слушайте, ну давайте обыск проведем все-таки. У меня лицензии нет и денег. Я понял. Лицензии нет. Так мы и проверим просто. Сейчас проводится спецоперация Пулька. Выйдите, пожалуйста, мы проведем обыск. Давайте на другую сторону. Сюда. Лицом к машине. Руки поднимите. Так, давайте-ка, друзья, обыск сейчас проведем. Узнаем, что у него при себе имеется. А может быть и ничего? Смотрите-ка. Смотрите-ка. Не наркотиков. Нет. Не патрончиков. Не оружие. Здорово. Спасибо, гражданин. Спасибо большое, что пошли навстречу. Банда из какой машины стреляла? Цвет и марка. Хорошо. Езжайте. Спасибо вам. Спасибо вам. Счастливого пути. Что у нас там? Что случилось? Смотрите-ка, он на другой стороне останавливает. Причем так, на дороге опасно стоять. Давайте перейдем. Знаешь, кто мой брат? Давайте, гражданин. Без всяких вот этих ваших. Хорошо. Выходы. Подполковник Дип. Что у вас случилось? Граждане, не мешаем, пожалуйста. Не мешаем. Тем более, на дороге находитесь тоже. Остановили. Спешу навстречу. Так. Ну и что? И что такого навстречу? Документики показали. Быстренько обыск провели. И все. Спецоперация Пулька у нас. Войдите в положение. В конце концов, гражданин. Это очень важная встреча. Я понимаю прекрасно. Я понимаю вас. Запрещено есть что-то при себе? Нету. Так, сержант, что вам сказал? Сказал, что спешит к девушке его отец-генерал. Знаете, кто мой батя? Это не важно абсолютно. Сержант, машину сюда. А что там? Впереди банда, которая мне кольцо прострелила. Так, в полицию сообщите прямо сейчас. Звоните. И укажите им. Сейчас отреагируем. Ну так и что, ваш батя? Какая разница, кто он? Вы гражданин. Мы полицейские. Мы выполняем свою службу. Отпусти. Или тебе крышка. Еще и на ты. Тебе крышка. Ты чего? Дружок. Вы так не разговаривайте, пожалуйста. В машине лицом и руки поднимите. Давайте. Быстро. Я так понял, что не хотите отпускать. Хорошо. Что ж хорошего-то? Руки и лицом к машине прямо сейчас. Давайте. Да давайте уже лицом к машине. Не тратя свое и наше время. Или вы отпускаете. Или я звоню бате. Да мне вообще все равно, кому вы звоните. Бате, сестре, племяннику. Понимаете, я опаздываю. Я понимаю. Я понимаю. Это не повод звонить какому-то бате. Простой обычный обыск. В чем проблема? Я не понимаю. Отпустите и все. Так руки поднимите и все. Так обыскивайте. Так лицом к машине. И руки вверх. Живее. Живее. Неужели доперло? Давайте посмотрим, что имеется у него. Так. Обнаружены 5 грамм наркотиков. У-у-у. Это что за пакетик? А? Уважаемый. Чье это? Только не говорите, пожалуйста, мне стиральный порошок. Стирать носки собрался. Не надо придумывать. Чай. Чай даже. Белый чай. Превосходно. Ты даже не знаешь, что у тебя в штанах. Кокаин или героин. Говорю же, на встречу еду. Так. Мы вынуждены вас задержать. По подозрению в переносе наркотических средств. Друзья, я же вам говорил, что есть люди. Пожалуйста. Вот они. Прямо перед вами. И что у меня с ним делать? 5 грамм. 5 грамм это не так уж и мало, я вам скажу. И поэтому 1 граммчик. Он, видимо, и для друзей всем на встречу, да, взял. Давай так. Ты отпускаешь, и у тебя не будет проблем. Я эту историю слышал миллион раз. Меня этим уже не запугаешь. Ты даже не знаешь, чувачок, кого я останавливал в свое время. Ты даже не понимаешь просто. Ты знаешь, кто мой папа? Знаю. Он обычный гражданин. И ему будет стыдно за тебя. Далеко не отбегаем, гражданин. Я звоню бате. Да мне все равно. У вас есть право на один звонок. Так и быть. О, побежал звонить. Один раз только. Один звонок. Потом телефон заберу я у тебя. Все-таки подозрения есть? Я уверен, что это именно наркотики и есть, собственно. Алло, пап. Папе звонит, смотрите-ка. Все-таки папе звонит. Ну, давай, звони. Молодец, молодец. Мы пока вопросики порешаем. Так, машиночка у нас уже утонула в этом снегу. Но ему уже, понятное дело, не деться, друзья, никуда. Тем более, у него, конечно, тоже бэшка, да? Похвален. Но я думаю, что мы на нашей бэшке точно его догоним в случае чего. И надо у него ключи будут забрать. Помоги, 14 километров дороги. Так, ключи можно, пожалуйста? Меня менты остановили. Слушай, ругается какая. Менты, гейт, остановили. Сюда ключи. Давай, бросай, хватит разговаривать. Папке он там звонит. Помоги, меня избивают дубинкой. Да кто тебя трогал? Тебя просто обыскали. Ты чего врешь? Слушайте, ну здесь уже еще и обман. Мало того, что наркотики. Ладно, клевета, клевета пошла. Сейчас папа приедет, будет еще орать на нас, конечно. Зря ты так. Мы к тебе нормально, знаете, мы могли реально его избить. Мы-то к нему нормально сейчас относимся. Бьет дубинкой, он в панике, в панике. Я на трассе стою, что ты сказал. Успокойся, все, бросаем трубку. Хватит разговаривать. Зачем папу от работы отвлекаешь? Кем работает папа-то у тебя хотя бы? А? Небось на заводе работает, отвлек только человека лишний раз. Генерал армии. Ага, конечно, конечно. Тогда мой папа. Президент. Как тебе такое? А? Документы могу видеть, ваш гражданин? Пока папа не приедет, не буду ничего показывать. Ну, ладно. Ладно, ждем. Ключи. Ключи сюда. Куда садишься? От машины. Не заставляйте наручники одевать на вас. Передок ключи. Молодец. Хороший мальчик. Давайте уже в машину, живи. Тут вам не программа, жди меня, в конце концов. Никого ждать мы не будем. Я сказал, ждем. А я сказал, нет. Буду вынужден вас задержать за неповиновение. А что, друзья, это оно и есть. То есть, сотрудник полиции дает указания гражданину на законных основаниях. Он их не выполняет. Соответственно, здесь неподчинение сотруднику полиции. Я просто уже не могу, друзья. Я его сейчас вырублю. Ждем папу, говорит. Нет. Просто нет. В машину. В машину живо. А вот и папа. Где твой папа? Чего? На вертолете? Какой? Генерал? Реально генерал? Не понял. Какого черта на дорогу-то он садится? Научили тоже папку. А если машины? Так. Перекрой. Перекрой дорогу. Выстави там что-нибудь. Ничего себе. Аж голубом прибежал. Вы чего устраиваете? Что тут происходит? Да ничего. Задерживаем вашего сына, получается. Здравствуйте. Не узнали, что ли? Я же его лично знаю. Я твоего папу лично знаю. Вы били сына. Да никто его не бил. Вы чего? Нет, конечно. Его никто не трогал. Он специально так сказал. Ограждение поставил. Молодец. Сейчас, чтобы предупреждение хотя бы было. Вертолет здесь стоит. С другой стороны тоже. Товарищ генерал, он вам врал. Я вам честно говорю. Никто пальцем не трогал. Так, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Товарищ генерал. Я тут у него нашел кое-что. У него пакетик с веществом. Тут на целый срок, если что. Папа, я не врал. Он меня не бил. Видишь? Значит, врал. Я его не бил. Наркоту где взял? Так. Так. Я понял все. Я понял. Товарищ генерал. Товарищ генерал. Учитывая, что мы с вами близко знакомы, да? Учитывая, в каких мы отношениях с вами. Как вы мне помогали. Пусть извинится. И все. За то, что клеветал. Что я его бил. Да? Вот пусть как минимум хотя бы за это извинится. Потому что это не дело. А если бы прилетели не вы. Меня бы вообще могли убить. Какой-нибудь другой генерал был бы. Давайте так сделаем. Просто извинится. И все. Он никогда извиняться. Ни перед кем не будет. Товарищ генерал. Никогда. Но. Но. Это. Это правильно было бы. Он ведь наклеветал на меня. Так. Граждане. С дороги уходим, пожалуйста. С дороги. Не дай бог собьют. Так. Ладно. Я вас понял. Хорошо. Хорошо, генерал. За это я его дома кожаным ремнем изобью. Недостаточно. Вы понимаете, товарищ генерал, что я морально пострадал. Я тогда звоню боссу и рассказываю ему всем. Да. Это не дело. Это не дело. Таких не должно быть. Пусть знает босс. Какой сынишка у товарища генерала. Это не дело. Я не согласен с этим. Так. Какой там телефон был у босса? 8. 6. Так. Не надо. Остынь. Что не надо? Что? Я вынужден доложить боссу. Понимаете? Сынчан на колени. Перед дядей? Ого. В смысле вы серьезно? Ты что так босса испугался? Вау. Извиняйся за проделанный грех. Извините. За что? За что извинить тебя? Мне просто надо понять за что. Слушайте, как он папочку это слушается. Что так поступил? Как так? Как так? Я может быть не понимаю что-то. Как ты поступил? Может ты не понимаешь как ты поступил? Угрожал. Угрожал? Ладно. За клевету. Ты меня обвинил, что я тебя избивал. Извиняюсь за клевету. Ой, не знаю, не знаю, товарищ генерал. Ой, не знаю, не знаю. Учитывая, что на колени еще, блин, встало. То, конечно, не стоило делать. Дай мне дубиночку. Я хочу достучаться до головы малого. Хм. Больше так не буду делать. Ладно. Дубинку? Ну, как попросит товарищ генерал. Окей. Где у нас тут? Вот, держи, пожалуйста, дубиночку. Вот вам. Но, товарищ генерал, может не стоит? Товарищ генерал. Товарищ генерал. Может быть мы как-то все-таки... Я, наверное, отвернусь. Я, пожалуй, отвернусь от этого всего. Пошли. Ой, ой, ой. Ой, больно, больно. Мне больно на душе теперь стало. Вот это избивание. Вот это самое следующее избиение. А может быть генерала задержим за избиение своего сына? Ай. Вот это хорошо, собака. Молодец. Молодец. Правильно, правильно. Вот это тварюка. Вот это супер. Замечательно. Слушайте, ну, наказан. Реально наказан. Еще иногда... Куда ты в машину ловишься, а? Куда? От папочки не убегай, давай. Не убегай от папы генерала. Только дубинку мне не забудь, она теперь в крови вся будет. Папа, не надо. Надо было раньше думать. Раньше думать. Так, ладно, вертолет надо убирать отсюда. Ты еще и машину мою сворал. Слушайте, это машина еще и генерала тоже. Для генерала, конечно, это немножко такая себе машина. Но для сына генерала, в принципе, нормально. Он, видимо, дает ему иногда, скорее всего. Хватит, хватит, товарищ генерал, пожалуйста. Успокойтесь. Ну, не дай бог убьете. Ну, что я потом делать буду, а? Еще он улетит туда в сливную яму эту. И что потом будет? Засосет его туда. Ладно, пусть не попадается хоть с веществами. А то бы уже грозил бы срок ему, на самом деле. Успокойтесь. Хватит, хватит. Верните дубинку, пожалуйста. Давайте дубинку. Успокойтесь, товарищ генерал. Вот это молодец, конечно. Сына проучил. Я бы тоже ударил, но думаю, что генерал не одобрит, скорее всего. Не одобрит. Да и смотрите его состояние уже какое. Бедный малой. Ладно, улетайте. Улетайте. Думаю, ситуация забыта. Так, надо будет сейчас вертолетик сопроводить. Все нормально, товарищ генерал? Только не убивай. Да не убьет он тебя. Это все-таки твой папка. Ты чего? Никто тебя убивать не будет. Но избил, конечно, знатно. Избил реально сильный его, конечно, очень. Все нормально, генерал. Удачи, до свидания, спасибо. Да не за что, не за что. Блин, задержать его хотел. Ну тут как бы понятное дело уже не скажешь. А ну в машину, да? Все. Ну вынужден, друзья, был отпустить генерала. Ну вынужден. Ну как я вот его задержу, его сына? Ну не могу. Учитывая, что как он нам помог тогда, да? Мы целую спецоперацию туда провернули благодаря генералу. Поэтому, конечно, он наш друг. Да, и я уже не стал даже звонить боссу, поскольку извинения были принесены. И все-таки он был проучен. Он свою долю получил. Теперь, я так понимаю, чувства долга у генерала еще больше, да? Учитывая, что мы его отпустили. Если что, мы с вами теперь можем в любой момент обращаться к генералу. В случае, если нам понадобится какая-то техника или еще что-нибудь. Поэтому, друзья, обязательно, если вам понравился этот ролик, конечно же, ставьте лайк. Также приходите на этот сервер. Это сервер Radmir01. Именно здесь я играю. Не забывайте вписывать промокод, вводя команду MN11. Промокод MAXDIPKAPSOM. От меня вы получите денежки по достижению 4 уровня. Каждого из вас, друзья, благодарю за просмотр. Все ссылочки в описании есть. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok